На каждый вопрос здесь только один ответ. Сначала скажу, что я 25 лет уже не говорю по-русски и нехорошо помню этот язык. Но объясню вам, о чем речь. И Путину тоже объясню, о чем речь. И он должен ответить на этот вопрос. Сначала, почему я буду говорить «Путин», не буду говорить «Господин Путин». Сейчас объясню вам. Господь по-христиански или в космосе, или если Россия государство, должен иметь государя, не президента. Россия имеет Государственную Думу, но государство не имеет. Значит, Государственная Дума – это тоже блеф. В этом стране за 100 лет столько изменений, и поэтому Россия сейчас так выглядит. И руководитель Путин. И поэтому вопрос Путину. Путину, который имеет Российское государство, имеет Государственную Думу, а государя не имеет, а он только президент. Посмотрим. Славяне. Как мы знаем, славяне родственные связи имеют с Россией. Посчитаем, что Украина – маленький брат России. Хорошо, вы давали Донецк, Днепропетровск, Крим, Одессу вашему маленькому брату. А сейчас почему хотите обратно взять? Это же ваш брат. Может, сделает ошибку. 100 ошибок. Но он ваш брат. Почему вы хотите уничтожить вашего брата? Второе. Польша. Тоже ваш друг. Во время войны 1939 году сначала Сталин, 22 польских военноначальников, близко Смоленска, убивал. И потом брат Сталина, Гитлер, потому что они оба английские шпионы, вошел и уничтожал Польшу, поставил несколько печей. Потом советские войска изнасиловали польских женщин. Поэтому Польша не любит Россию. И поэтому тоже Украина не любит Россию. Вот, если два брата не любят Россию, почему мы, армяне, должны любить Россию? Сейчас вопрос Арсах и Зангизур. Сначала Ленин, большую часть Армении, вот посмотрите сколько, давал подарок Турцию, чтобы Турция тоже войдет в состав Советского Союза. Не состав будет коммунистическим, коммунистической страной. Но хорошо будет коммунистической страной. А почему туркам Ленин давал оружие, чтобы убивать армян и взять это? Армения мог с этим ходить в состав Советского Союза и социалистическую страну, мог тоже бить Турция. Потому что остальное, что остается с этой территорией. Потому что Ленин тоже английский шпион. И Ленин, этот яд давал его как будто жена, Крупская. Потому что он уже не служил в Англию. И поэтому поставили нового английского шпиона, Иосифа Сталина. Это можете вы проверить. Что я вам говорю, это все правда. И только правда. А потом Сталин должен быть поделить и Армению, и состав Грузии тоже взять Южную Осетию, Абхазию, Аджарию. Карабах, Нагорный Карабах, Арцах, давать Азербайджану и Нахиджеван. А потом, после развала Советского Союза, Ельцин и Путин взяли Абхазию. Как будто Сталин английский шпион неправ, и они взяли это. Взяли тоже Южную Осетию. Сталин неправ, и Хрущев неправ. Взяли Донецк, Денеопетровск, Луганск. И, как Путин сказал, Крым возвращается к нам домой. Все. А что с Арменией? Карабахская война. А кто это сделал? Американцы, англичане, турки, азербайджанцы? Конечно, нет. Это сделал российский последний руководитель, англо-немецкий шпион Путин. А зачем это Путину? Почему он это сделал? Это вопрос вы можете задавать Путину. Я ответил на этот вопрос в одном фильме. Почему он этого сделает? И в конце тоже скажу об этом. Почему это сделает? И сейчас заставляет армянскому руководству, что в Зангезуре, в Мегри, тоже давать дорогу на Хаджевана до Азербайджана. И в Армении, и в Пашиняну ставить всегда тупик. Путин ставит тупик. Хорошо мы это все понимаем, как мы армяны, хаи. У России своя история, 750-летняя. Свои законы, свои друзья могут измениться, может иметь свои интересы сегодня так, завтра по-другому. Все это мы понимаем. Вопрос не этом. И у Путина все эти уничтоженства, все это, и еще там Геворги, не знаю как они называются, не нашел их фотографию. Эти кремлевские крыси, армяшки, они не хаи, они армяшки, продажные крысы они. И исполняют приказы Путина, того Путина, который сейчас сидит. То же самое, как говорят в России, вот эти армяшки и Путин, что Никол Пашинян, это Соровский проект. Все эти люди, и еще сотню покажу, все они члены московского КГБ, продажные сукин сыны. И здесь никакого Сороса нету. Только Левантер Петросян играет и московский КГБ, играет Моссадом, играет как масон он и Никол, играет тоже Турцией. То же самое играет Путин. По национальности турец. Вазген Манукьян, по национальности евреи. Ванов Сирадыгьян, который как будто умер. По национальности азербайджанец. Из северного Ирана. Зори Балаян, по национальности евреи. Роберт Качарян, по национальности азербайджанец. Сэр Сархсям, по национальности еврей. Никол Пашинян, отец азербайджанин. И этот русский шпион. Вот вы понимаете, почему Армения проиграла. Потому что 30 лет Кремль поставил в Армению такие люди, которые уничтожили все, что могли уничтожить в Армении. И, между прочим, когда мы говорим о Арцахской войне, сейчас объясню еще две вещи. Как будто Путин Сержу Сархсяну продал российское наихорошее оборонительное оружие «Искандер». Но это только был макет. Продал Николу Пашиняну Путин два самолета, а ракеты не продал. А когда 2020 года, 29 октября, армяны звонили Москву и потребовали, чтобы специалисты и запчасти в Армению, противовоздушное оружие в Армении уже не работает, Путинская хунта ответила, что мы можем только 11 ноября. Партнер, союзник и армяне думали, что Россия всегда будет Арменией. Россия всегда была Арменией. И с такой Арменией остался только этот маленький кусок. Сейчас немецко-английский шпион тоже хочет отрезать Армению и продать как может. Это политика российская. А сейчас объясню вам другую политику, которую вы не знаете. Приказ хозяина Путин должно быть до 2024 года. Байден от имени принца Чарльза говорили, что мы желаем, что Путин после 2024 года уже был простым гражданином России. И несколько лет тому назад принц Чарльз сказал, что Путин будет новым Гитлером. Что это говорит? Это говорит, что его руководитель, хозяин, хочет, чтобы он исполнял роль в третьем мировом войне, как Гитлер. А Путин ничего не ответил. Идем далее. Они армяне. Хай. Вот эти трое из Арцаха. Из села Ходжалу. И они маршали Советского Союза. И один из них, который Арцах не имеет моря, адмиралом был. Прошу, всех знаете. И 103 генерала. Много руководителей, которые выиграли Вторую мировую войну. И спасибо Россию сейчас в поддержку Арцаха. Они тоже армяне. Хай. Конструктора, которые создали для России наихорошие самолеты, которые исполняли и выиграли много международных призей. Пять, шесть, семь призей. И прошу, ваш этот Путин рядом армянина, который создавал эти самолеты. Вот они тоже армяны. Всю свою жизнь были шпионами Советского Союза и России. Они, может быть, больше сделали, мы знаем, что больше сделали, чем половина России стоит. И это благодарность Кремля армянскому народу. Они тоже армяны. Единственный конструктор, женщина, армянка, которая создавала космический аппарат. И тоже Алиханова, все знают. Они сделали и для космоса, и для атомных бомб, и для Советского Союза, и для России. Прошу, они тоже армяны. И вот эти летели на небо Армении со стороны Азербайджана. Мы создаем, а Россия продает Азербайджану. Азербайджану. Что этим хотел я сказать? Придет несколько лет, и ваш Путин, Баку, Месси, Алиевым, будет сидеть и выпить чайхане чая. Потому что, кроме нафта и газа, азербайджанцы, этот не народ, это племя ничего не имеет сделать. И если в России армяны, которые сейчас живут, и армяны, которые не имеют армянское имя и фамилию, они не будут сделать, за несколько лет Путин, президент, будет только нафт и газа продать, как и Алиев. Никакого мощного нового оружия не может иметь. Потому что, всех, кого я здесь показал, все они армяны. Все они армяны. И эти армяны помнят, помнят, что имеют страну. А эту страну уничтожил ваш Путин. И что хочу сказать. Путин Эрдоганом хочет сделать Польшу, Румынию, Венгрию, Грецию. Все это взять и вместе с Эрдоганом сделать великую страну. Великую страну, не христианскую, а мусульманскую страну. Потому что, они уже давно так договорились. И их проект, который они имеют, этот проект, они думают, что только они знают. Об этом знают и в Англии, и в Америке. И мы тоже знаем, все знаем о Путине и его проекте. Ты убил моего ребенка ножом, который я тебе дал подарок. Путин. Я тебе говорю. Вот 44 дня в войне Арцаха погибло более чем 10 тысяч армян. Армянские дети. И это на твой совесть. Только это на твой совесть. И кто ты такой, и что ответишь? Путин и Путин. Тут написал большой буквой, тут маленькой. Настоящий Путин вот этот. И его жена, как нормальный, хороший человек, не мог себе представить, что этот двойник тоже Путин и жить Путиным. Поэтому, когда уже Путина нету настоящего, они как будто разошлись. И у этого есть из спортсменки сын. И обращаюсь к тебе, новый Путин, двойник Путина. Отвечай на мой вопрос. Ты сукин сын или нет? Предатель друзей или враг? Знаешь почему? Потому что мы армяны, вот только одно показываю. Давали Россию все. И Россия в мире, или первая, или другая, которая имеет наихорошее оружие. Мы это все сделали, армяны. Это ты благодаришь, что армяны для вас сделали. Ты нашим ножом, который мы тебе подарок давали, чтобы ты убил и твоих, и наших врагов. Ты убивал вот этих молодых людей. И поэтому сейчас вопрос к тебе. Ты сукин сын или нет? Мы, армяны, этого помним. Больше Россия не будет великой страной. Будет только большой страной, которая, как и Азербайджан, продает в миру Менделеева таблицу и газ, и нафта. Больше ничего. Как говорят, Бозын, Бозуцюн. Ты нам зелль плахового. Твоя очередь получить ракошетом все это. И отвечай на вопрос, как я задавал тебе. Не спрячься. Только ответь. Ты сукин сын или нет?